друзья всем привет у нас сегодня пасмурная какая-то погода очень сильный ветер по-прежнему тепло 29 градусов сегодня хотел бы поговорить о том сколько нужно времени людям чтобы решиться на переезд расскажу немножко предысторию свою я здесь был в шестнадцатом году с супругой мы отдыхали буквально три дня в апреле мне достаточно было понять и влюбиться в этот город чтобы определенно решить изменить свою жизнь да но не у всех так получается я не хотел бы брать прям свой пример как положено то есть да как будто все должны так сделать но многие под из подписчиков многие комментаторы многие покупатели интересуются недвижимостью рассказывать свои истории но почему-то очень долго принимают решение о переезде вот и хотел бы задать вам заодно вопрос как у вас с переездом то есть сколько вам требовалось времени допустим на принятие решения именно переехать я не говорю о том что именно надо купить квартиру а вообще то есть допустим я не стал ждать и просто переехал снял квартиру а уже впоследствии потом моя недвижимость продавалась да ну многие так делают это тоже считаю правильно почему потому что вы присматриваетесь к району вы выбираете именно то место где вам лучше подойдет жить то есть ту необходимую инфраструктуру да вообще много же районов сочи да не только адлерский там и хоста районы и центральный район а также догомыс лазаревский район то есть ну много достаточно вариантов где люди себе выбирают жить поэтому это удобно когда вы приезжаете еще здесь не купив не приобретая недвижимость уже знакомитесь с городом а вот многих конечно тяжеловато им решиться и многие смотрят многих блогеров разные жилые комплексы рассматривают и не решается все таки даже при наличии денег что-то приобрести а вот что им мешает это вот я хотел бы спросить у вас ваше мнение то есть у многих конечно понятно что держит какая-то там учеба к примеру да там кто-то дорабатывает до пенсии кто-то именно ждет продажи своего имущества уже впоследствии только потом будет переезжать вот нельзя это сказать неправильно да у каждого свой выбор у каждого своя ситуация жизненная до свои причины переезжать или не переезжать сразу кстати проехали мимо моей бывшей машины вот и вы знаете я вот уже заметил что если принимаешь решение быстро и бесповоротно то это самое вот такое вот легкое что у вас на душе остается когда вы долго мучаетесь с каким-то выбором можно просто перегореть да где-то в каких-то моментах разочароваться где-то себе сказать ну вот не получается и ладно ничего страшного либо вообще рассматривает к там краснодар другой город она потом пример что подешевле вот но конечно же надо полюбить этот город то есть понять почему сюда многие стремятся многие же стремятся сюда не только из-за того что здесь тепло но из-за того что здесь хорошая инфраструктура европейского уровня как бы не кричали какие тут застройки армянские и так далее но сочи он как изюминка нашей россии здесь инфраструктуры для спорта и для проведения масштабных каких-то мероприятий он живет так сказать круглый год свой аэропорт это дает ему большое преимущество нежели какие-то другие регионы и морского побережья да поэтому вот что на ваш взгляд самое вот такое вот сложное для людей чтобы сделать выбор и все-таки решиться на переезд знаете вот как яркий пример можно привести ситуацию когда кто-то приходит к доктору да и он допустим говорит слушай друг тебе надо срочно менять климат там по здоровью и тебе короче надо куда-то переезжать там менять вот эту вот плохую среду да и человек сразу решается вот в таких вот случаях когда просто человек задумывается и долго принимает решение это достаточно сложный процесс я прекрасно понимаю ведь люди тоже зависят от каких-то обстоятельств от родственников которые не понимают зачем вы уезжаете все у вас вроде нормально у меня же вот такая же ситуация была то есть я приехал не все меня поддержали не все поняли почему я это сделал ведь у меня и бизнес все с ним нормально и дом прекрасный и друзья все все это как бы получается надо менять все свою жизнь переворачивать это ну за такой короткий срок это действительно не так легко для кого-то для меня это легко на хотя я к этому шел потихонечку да то есть присматривался но когда я приехал с города сочи к себе и я четко понял что мне надо что-то поменять своей жизни я не прогадал так сказать но это моя личная ситуация кто-то говорит что приезжают климат не нравится уезжает но я бы таким скептикам посоветовал все-таки тогда здесь какое-то время пожить да ну не продавая там свою недвижимость не обрывать так сказать корни да и сами выберите какое место вам больше нравится потому что очень много разных мест где можно жить можно же жить и на красной поляне да то есть не обязательно близко жить к морю можно жить где-нибудь подальше от цивилизации там то есть и можно рассмотреть самый такой простой район как лазаревская да но к сожалению надо понимать что надо думать не только рублем и квадратным метром но еще и инфраструктурой то есть когда вы уже поймете какая инфраструктура для вас будет более важно тогда вы с районом проще определить ведь на самом деле все же смотрят по фотографиям по видео обзорам но не все понимают где это как расположено то есть какие-то нюансы я стараюсь по мере возможности по крайней мере по адлерскому району обрисовать всю ситуацию чтобы люди полноценно получали ту информацию которую которая им поможет разобраться что для них важнее что для них лучше вот и друзья с этим вот задаю вопрос как вы считаете сколько надо времени человеку принять такое решение может быть вы уже принимали такое решение напишите поделитесь я думаю для тех людей которые мучаются с этим вопросом им конечно важно будет услышать чужое мнение давайте пообсуждаем на эту тему я уже знаю что многие из подписчиков приобрели квартиру и постоянно общается в комментариях вот расскажите свою историю хотя бы вкратце будет я так думаю полезно но все друзья я с вами прощаюсь увидимся мы с вами на следующих обзорах смотрите ставьте лайки поддержите наш канал всем пока